Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, Елена. У нас на протяжении нескольких программ была тема депрессии. И, насколько я знаю, телезрители отреагировали, пусть и за пределами эфира, но есть какая-то заявка на продолжение, на раскрытие, развитие этой темы или темы, относящейся к теме депрессии. Вот так вот с места в карьер я без приветственного слова вам задаю вопрос. Вы правы. Ну, можно с двух сторон начать об этом говорить. Со стороны медицинской, те, кто уже лечится от депрессии, они знают, ну, может быть, потому что им сообщили их специалисты, что депрессии есть разные с теми компонентами, которыми они сопровождаются. Например, есть тревожная депрессия, да, то есть депрессия, сопровождающаяся тревогой. Вот. Есть депрессия, например, апатическая, когда скорее выражена вместе с низким настроением, выражена вот та самая апатия, то есть отсутствие желаний двигаться, что-либо делать, чем-либо заниматься и сопровождающаяся определенным бесчувствием, может быть, да. Вот. Ну, переживания каких-то, да, когда ничего не трогает, не задевает, что воля, что не воля, все одно. Ну, типа того. И почему это важно, потому что даже я чуть-чуть это обозначу, и мы дальше не пойдем, потому что эта тема медицинская, а мы все-таки стараемся где-то на границе существовать, не забывая и про вторую часть, да, такую культурную, человеческую, душевную. Важно разделять депрессии, потому что, опять же, есть, например, антидепрессанты, которые стимулируют, немножко повышают, активизируют человека, и они, например, показаны при апатии. А есть антидепрессанты, которые, наоборот, снижают, ну, антидепрессанты, как основной препарат выбора для лечения депрессии, которая признана необходимой для лечения, да, вот есть препараты, которые, наоборот, немножко так притормаживают человека, немножко сглаживают. Если вернуться, то я услышал просьбу о том, чтобы мы поговорили об апатии, то есть об апатии, которая сопровождает депрессивные переживания. В общем, это я ухватился за этот вопрос, потому что он очень интересный, потому что апатия – это один из, ну, таких неотъемлемых и частых компонентов при депрессивных переживаниях, и люди, которые приходят на прием, часто об этом говорят, или, по крайней мере, ее выражают, да, не называя словом апатия. Апатия – это медицинский термин? Апатия – это медицинский термин, ну, по крайней мере, сейчас это, в первую очередь, медицинский термин, происходящий от древней, латинского, по-моему, если я сейчас знаю. Ну, скорее всего, в основном у медицинских терминов латинские корни. Греческий, может быть, даже, судя по это самое, да. То есть, если и в основе здесь лежит корень патос или пафос, то есть пафос и апатия – это однокоренные слова. То есть, говорить о чем-то с пафосом – это говорить о чем-то с возбуждением, с заинтересованностью, с, ну, активностью некоторой, да, эмоционально говорить. А апатия – противоположность этого, да? То есть, это пара такая, связка. Ну, приставка противоположность – это будет антипатия, антипафос, да. А апатия – это отсутствие, это как будто отсутствие этих самых переживаний, это отсутствие эмоций, это отсутствие вот этого окрашенного важного компонента. И люди, которые знают это, обычно так об этом и рассказывают, что все, ну, как-то безразлично. Все не возбуждает, не прельщает. И очень часто бывают такие ситуации, когда, мы уже с вами говорили в быту, людям говорят, ну, если тебе грустно, начни что-нибудь делать. И даже иногда, если эти люди начинают что-то делать, они чувствуют, что они делают это без вдохновения, без возбуждения, ну, просто как роботы, да? Ну, без включенности, вовлеченности, при этом, наверное, вот рациональный компонент на первый план выходит. Ну, без пафоса, я бы сказал так. Без пафоса, да. Вот. И вот нас попросили, меня попросили об этом моменте поговорить. Тем более, что он очень важный, он очень часто встречается у моих пациентов, у моих клиентов, он часто встречается у пациентов моих коллег, и он часто встречается у молодых людей. И вот, готовясь к сегодняшней передаче, я даже залез в электронную библиотеку научную, посмотрел, что написано по поводу вот этого философского, скажем так, компонента, ну, социально-философского, не медицинского, социально-философского компонента апатий. И одна за другой мне поисковик выдал, значит, авторефераты на соискание, ну, это диссертационные исследования, кандидатские, докторские, которые посвящены вот именно этой социальной форме апатии, как социальная форма, там, переживаний или социальная форма, там, жизни современной молодежи в России или вообще в мире. То есть, философы и социологи активно вот эту апатию исследуют, почему она, откуда она. И вот мы попробуем, может быть, что-то об этом поговорить сегодня. У меня вопрос возник. Человек, который приходит в кабинет к психологу, к психотерапевту, предъявляет такую жалобу, как у меня апатия. Вот что является маркером для человека, как он понимает то, что у него апатия. Сейчас поясню, что я хочу сказать. Я хочу сказать, к чему он адресуется, к своим каким-то воспоминаниям, что, ну, например, когда он до этого играл со своим ребенком или приходил на работу и виделся со своими коллегами, это вызывало у него какую-то радость, и у него точно есть память, воспоминания, что вот эти чувства были, а сейчас у него этих чувств нет. Вот есть ли такие маркеры в жалобах у людей, где они опираются на что-то уже пережитое в своей жизни, что вызывало у них какие-то эмоции? Ну, обычно так и происходит, как вы описали. То есть есть какое-то любимое дело или их несколько, работа, отношения, и все это перестает быть, ну, все это сохраняет, может быть, механистичный компонент, физиологический компонент, какой-то автоматический компонент. Люди что-то продолжают делать, да, но не ощущают. Ну, формально, может быть, да? Ну, если это работа, то это необходимость ходить на работу, например. Если это ребенок, это необходимость, ну, то есть родитель сознанием своим понимает, что с ребенком нужно играть. Но раньше, если ему это нравилось, если это было окрашено, если это возбуждало, если это активировало, вдохновляло, то сейчас это, ну, такая вот простая формальность, да, отсутствие как будто вовлеченности. Человек ощущает себя скорее отстраненным. Как эта отстраненность описывается? Ну, там, как за стеклом, как за ватой какой-то, да, еще за чем-то. Но это вот, это, в общем, на самом деле очень тягостные переживания для людей. Небольшую ставку сделаю в середине нашей программы. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в «Контакте» есть группа, которая называется «Разговор по душам на Самаре ГИС». И там мы собираем архив наших программ. Также на Ютубе есть телеканал «Самаре ГИС», где вы можете посмотреть. У нас сегодня тема такая, когда мы ее растянули во времени на несколько программ, продолжаем ее обсуждать, развивать. И если у вас есть какие-то идеи, предложения, в какую сторону нам двинуться, мы готовы ответить на ваши вопросы. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы. Да, пока этот год не закончился еще, учитывая, что у нас сегодня последняя передача в уходящем году. Ну и вот мы выбрали в качестве самораспаковывающегося подарка нечто вот такое под названием «Апатия». Почему я согласился и почему мне самому интересно об этом поговорить? Ну потому что со многими людьми, которые приходят, приходится этот момент обсуждать. Вы спросили, как они узнают. Ну обычно еще к тому, что я добавил, они, сейчас мы живем в век, тот век, где информация собирается очень просто. Ты вбиваешь где-то там в поисковой строке какие-то слова, не нравится, не вдохновляет, нет сил, нет интереса. И выскакивает, например, то самое слово, да, которое мы с вами сегодня произносим. Мне показалось интересным, и я тоже это с пациентами обсуждаю, может быть, нашим телезрителям покажется интересно. Вообще само происхождение и этого слова, этого понятия, да, и переживаний, комплексы переживаний, которые за этим понятием скрываются, да. И мы можем сказать, я могу сказать, что в, опять же, в Древней Греции, в Риме апатия воспринималась с другим знаком. Сейчас она в основном у нас в медицинском реестре, да, по медицинскому профилю проходит, со знаком минус. И люди стараются, конечно… То есть как отклонение от здоровья. Конечно, да, и люди стараются от апатии избавиться, что-то с ней сделать, то есть каким-то образом расцветить свою жизнь. А древние люди, об этом можно почитать, считали апатию, ну, в общем, такой определенной вершиной, на которую стоит забраться. В каком смысле вершина? Это некое состояние мудрого человека или развитого человека, который способен отстраненно, не сильно вовлекаясь эмоционально. Почему не сильно вовлекаясь? Потому что эмоции мешают рациональному и адекватному восприятию. То есть исключить некий субъективный компонент, приблизиться к так называемому объективному. Ну, или хотя бы исключить такой возбуждающий эмоциональный компонент, по возможности оставшись в рациональности, которая позволяет логично рассуждать, которая позволяет оценивать события, наблюдать и так далее. И поэтому... Интересно, это, наверное, тоже какими-то практиками достигалось? Ну, безусловно. Если посмотреть, чем занимались стойки, если посмотреть, чем занимались философы, вот такого давнего времени, скажем, то, безусловно, за тем, чтобы забраться на какую-то вершину апатии, как я сказал, вершины, ну, стоит определенная практика или комплекс практик. Кстати, по поводу практику, сейчас сказали, я вспомнил. Замечательно об этом, ведь Фуко писал о том, как он рассматривал историю, в том числе, как практику людей, ну, в отношении разных вопросов, да, в отношении достижения истины, в отношении заботы о самом себе. И это такой интересный, важный ракурс, как люди не только взаимодействовали друг с другом, строили политические системы, да, государства и так далее, воевали друг с другом. Но как они еще заботятся о себе, как они понимают заботу о себе? Так вот, возвращаясь к апатии, интересно, что вот эта отстраненность, она же и сейчас в речи присутствует определенным образом. Люди на одном полюсе вот так переживают от того, что они не могут быть вовлечены, а на другом полюсе они иногда стремятся стать такими людьми, которым все фиолетово, так это называется, да. Наша современная апатия, аналог вот этой мудрой, ну, якобы сейчас поставим древнегреческой, потому что у меня большие сомнения, что позиция «а мне все равно» — это позиция помогающая. Это скорее позиция, в которой человек что-то теряет. Тут много нюансов. Мне кажется, вот сейчас в современном мире из-за того, что выбор всего и вся настолько велик, что иногда апатия, ну, при этом недостижимость некоторых целей очевидно становится, ну, не знаю, там, в финансовом плане недостижима, обладание чем-то, что апатия включается как защитные функции организма в какой-то момент, что все, чем вот выбирать между столькими возможностями лучше откажусь от всего. Ну, то, о чем вы сейчас говорите, Елена, это одно из объяснений, которые исследователи апатии дают. Этих объяснений много. И идея о том, что человек стал вот так более отстраненно, апатично относиться к происходящему, в том числе в его собственной жизни, когда понял, что на многие вопросы он повлиять не может. Это как раз тоже исторический аспект. Но он не может повлиять на политические вопросы, он не может повлиять на крупноэкономические вопросы. Ну, какие-то глобальные вещи такие. Он иногда не может повлиять на какие-то вопросы в своей собственной жизни. Он смертен, он болеет, он не может повлиять на вопросы, касающиеся его ближайшего окружения. Ребенок сделал какой-то выбор в профессии, я не знаю, там, в интересах, еще в чем-то. И человеку остается как будто только надо за этим выбором наблюдать и принимать его. И в этом смысле, чтобы много не городить, потому что по поводу апатии мы много можем нагородить и запутать, скажем так, мне было бы интересно рассматривать апатию. Знак сегодняшний, скажем так, пафос сегодняшней передачи может быть в том, чтобы предложить нашим зрителям и самим себе к размышлению о том, что апатия может быть не только со знаком минус, но и со знаком плюс. Ну, то есть попробовать на нее посмотреть, как на некое, ну, скажем так, у некоторых людей возникшее неосознанно состояние, переживание, ну, они просто попали в него. То есть они не хотели быть апатичными, они хотели быть философами, они не хотели быть людьми отстраненными, которые наблюдают за все. Они хотели жить свою жизнь, вовлекаться, вкусно кушать, переживать, радоваться, смеяться, заниматься любимым делом. И вдруг тут наступило такое, что ничего из этого в мире их не возбуждает. Появилась какая-то стена вот эта самая. И поэтому, что за этим стоит, на что, может быть, апатия указывает, только ли на то, что вот я знаю, что я жил вовлеченный, я был включен, а теперь я выключен, и мне срочно нужно вернуть мое состояние, потому что мне сейчас плохо, да, не включенным быть. Но вот, может быть, вот эта некоторая отстраненность позволяет человеку, и в кабинете мы иногда этим занимаемся, в психотерапевтическом, вот так вот посмотреть на собственную жизнь. Вот немножко отстраненно. Правильно ли я вас слышу, что апатия, и мы в прошлых программах, я уже не помню, о чем мы говорили, может быть, даже о депрессии, мы говорили, что вот это состояние, которое является новым для человека, оно может быть ресурсным. Ресурсным в каком плане? Вот вы сейчас говорите про отстраненность, научиться, да, попробовать смотреть отстраненно на свое состояние, как-то его там анализировать, как-то с ним быть, отношения, в конце концов, с этим своим состоянием выстраивать? В общем, да, я просто задумался над вашим термином ресурсный, этот термин, с одной стороны, прекрасный, а с другой стороны, он мне очень не нравится. Ну, это сейчас модное слово, поэтому я его употреблю. Не только поэтому, а в том числе потому, что, может быть, мы с вами как-то тоже об этом, мы вскользь и так об этом, мне кажется, говорим почти на каждой передаче, что нечто связанное с собственным внутренним миром, а апатия – это что-то связанное с собственным внутренним миром, как и сниженное настроение, как и любовь, я сейчас все, может быть, в кучу, как и ненависть и так далее, да, воспринимается, ну, ресурс – это слово, слово, за которым определенная целая, ну, вселенная, что ли, стоит. Ресурсы накапливают, ресурсы есть позитивные и негативные, ресурсами можно делиться, ресурсы можно, так сказать, обогащать и так далее, и так далее. Это как будто нас в какой-то промышленность в отношении душевного собственного мира передвигает. Хорошо это или плохо, я думаю, что, с одной стороны, у этого есть преимущество, ну, такой подход, да, разрабатывать свой собственный внутренний мир как внешний мир. Ну, то есть нагнать туда бульдозеры, я не знаю, краны, что-то там выстраивать. Я чувствую, что увела вас, Алексей, вот вы… Не увели, это… Увела, потому что я ждала вашего ответа… По поводу ресурсности, да. По поводу, как в плюс перевести апатию. Ну, скорее, не плюс. Проблема в том, когда мы переводим что-то, пытаемся присвоить ему один знак, ну, например, минус, минус попытаемся изменить на плюс, мы теряем ли мы минус? Я думаю, что нет. Может быть, добавить, может быть, увидеть, что там, что апатия шире, да, чем только болезненная отстраненность. Смотреть на это как на точку, в которую пришел сам человек в процессе собственных отношений, в процессе собственной жизни, и не говорить, что это плохая точка, ну, заведомо плохая, и не навязывать самому себе идею, что это… Да не, это замечательная точка, но… То есть в крайности в какие-то не впадать. Не впадать, да, потому что идея ресурсов – это как раз идея крайности, на мой взгляд, по крайней мере, да. Попробовать действительно поисследовать, почему и в связи с чем. Вот, например, в разговорах оказывается иногда, что люди в апатии обнаруживают, что они жили не свою жизнь. Ну, так они иногда это. Вот я хочу туда, я хочу окунуться, я хочу по-прежнему там заниматься тем-то, тем-то, но когда вот этот вот взгляд со стороны происходит, появляется, возникают, ну, вопросы к самому себе и к той жизни, которая жилась, да. А может быть, не появляются. То есть некоторые люди пугаются такого отстраненного взгляда, им срочно нужно забраться снова в гущу событий собственной жизни, окунуться с головой в алкоголь, в отношения, в секс, в, не знаю, в увлечения какие-нибудь, да. В работу. В работу. Лишь бы этой болезненной отстраненности и болезненной позиции не отмечать. Но она действительно болезненная, она в ней человек себя одиноко чувствует и может быть иногда потеряна. Может быть, разница-то как раз с той апатией древнегреческой, которую вы привели в пример, в том, что это желание, к которому человек двигался, ну, там, тем или иным путем. А здесь мы говорим еще о людях, на которых эта апатия сваливается, вот, не знаю, как снежные комы, и все там вот начинает перемалываться. Вы имеете в виду, например, что, я немножко разверну, что какие-то люди ищут ее, возделывают, ну, идут на гору и тратят на это силы, а кому-то, кого-то вдруг вертолет занес на самую вершину, поставил и говорит, ты теперь здесь. Без каких-то вот этих всяких приборов для выживания, условно говоря, которые нужны на вершине горы, и человек оказывается одиноким, во-первых, он неожиданно там оказывается, он в одиночестве, в растерянности. Сам он себе подарил нечто, чем не знает, как воспользоваться, и не знает, нужно ли ему это. Ну, в эту метафору тоже можно заиграться. Единственное, что, я думаю, можно сказать, что те, кто сами стяжают это состояние, стяжали и старались, оно же и сейчас есть, да, я думаю, что меня, может быть, поправят специалисты, что в части нынешних религий, в буддизме, как мы его знаем, в таком бытовом смысле, вот эта невовлеченность эмоциональная, не переживая и не будешь страдать, она, вот этот посыл, он тоже находится, этот посыл тоже есть. Вопрос, а если не переживать, то чем заниматься, да? Если все потеряло свои цвета, если все потеряло свой пафос, если... Ну, вот если желания даже отсутствуют, то, конечно, как жить без этого? Да, и возникает вопрос о том, что это были за желания, желания чего. Ну, в общем, как обычно, я, наверное, развернул, что с этой позиции можно позадавать самому себе приличное количество вопросов, в которые люди иногда сами себя не задают. Алексей, хочу предложить нашим телезрителям взять листочек, ручку и, может быть, даже записать те вопросы, которые я сейчас буду пытать у Алексея. Какие это вопросы? А мы их перечислили, вы так это анонсировали. Ну, это вопросы... Это вопросы, в которых, безусловно, есть пафос какой-то. И это вопросы, которые в связи с этим пафосом могут восприниматься очень критично. Ну, что в моей жизни моего, а что не моего, да? Что истинно и ложно. Да, ну, наверное, нет. Вы знаете, недавно я смотрел фильм... У нас не так много времени, я обещала вопросы на листок. Будет второй вопрос просто, да. Я смотрел недавно фильм, мне очень понравилась фраза о том... Она сказана была творческим людям. Лектор говорит молодым художникам о том, что творение, которое они делают, картина, например, должна быть нарисована так, чтобы в ней угадывались первые дни сотворения мира, скажем так. Что-то такое очень глубинное, и очень основательное. Вот мне кажется, что такого рода вопросы можно себе и уместно себе вот задавать, да, по поводу того, как я это выражаю, может быть, нужно мне это или не нужно, важно это для меня. Если важно, то в чем я это выражаю, в чем я делаю вот это вот... Ну, может быть, поучаствую, как я понимаю, что это важно для меня? Может ли быть таким вопрос? Мне кажется, что люди это либо чувствуют, либо не чувствуют. Это на уровне... Это даже не понимается, когда люди начинают выбирать, это мое или не мое, ну, как-то головой. Это как про любовь, мне кажется. Люди чувствуют, вот она есть, и чувствуют, что ее нету. Также и с этой важностью. Иногда голова как раз мешает ощущать эту важность, да? Она говорит, да нет, ты не должен быть, не знаю, художником, ты должен быть, там, экономистом, например. Алексей, у нас не так много времени до конца программы. У нас сегодня крайне... Хотя я обычно говорю последнее, я не боюсь этого слова, последнее программы в этом году. Какие-то, может быть, напутствия, пожелания для наших телезрителей? Ну, безусловно, я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. И, судя по всему, в этом Новом году будет, или в этой встрече будет какой-то коллективный момент, где люди собираются, там, поздравляют друг друга, но будет какой-то индивидуальный, где люди заглядывают, собственно, на душу и думают, чего они хотят. Я бы хотел, чтобы люди... Пожелать, чтобы люди знали, чего они хотят. И что-то готовили себе еще на следующие годы. То есть не все просить за один год, вот так вот, от самих себя. То есть дозировано? Ну, трезво, я бы так сказал. То есть непосредственно в Новый год не стоит о своих желаниях думать? Ну, потому что там чаще всего люди уже не трезвые. Нет, трезво в смысле... Ты немножко передергиваешь, хочу упасть. Да, я понял. Да, быть трезвыми в собственной нетрезвости, наверное, так вот, если сформулировать то, о чем вы говорили. Алексей, вот год прошел в нескольких тезисах, может быть, скажете, вот наши программы мы сделали, что было важного, на ваш взгляд, за этот период? Какие темы, может быть, вам наиболее запомнились? Ну, прям очень кратко. Кратко для меня важно продолжать не наполнять эфир какими-то готовыми конструкциями, готовыми знаниями и пробовать нам с вами рассуждать при участии наших телезрителей. То есть создавать, не использовать, а создавать. Вот для меня, наверное, это одна из главных звезд, которая висит над нашей передачей. Я надеюсь, что нам удастся это делать и в следующем году. Я тоже хочу поздравить наших телезрителей с наступающим Новым годом. Хочу пожелать здоровья, психического, может быть, даже здоровья нам, вам, вашим близким, чтобы в отношениях все было хорошо, взаимопонимание какое-то. Алексей, спасибо большое вам за нашу работу, за наши беседы. У нас как-то разговор по душам движется, и мы в интересные какие-то закоулки человеческой души заглядываем. Спасибо. Спасибо вам, Елена. Спасибо, что смотрите нас. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова